Вес одной такой штанги более 250 килограммов, а попытка только одна, поэтому права на ошибку нет. На чемпионат Восточной Европы по пауэрлифтингу прибыли сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования проводятся под эгидой комитета пауэрлифтинга и любительского отделения Всемирного конгресса пауэрлифтинга. Это впервые проходит в Анапе такого масштаба чемпионат по пауэрлифтингу. И в первую очередь это опять же перелистывает страницы в истории города. Мы стараемся в Анапу затянуть лучшие мероприятия, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, среди детей. Ну я надеюсь, что у нас получается настолько зрелищный вид спорта. Это очень интересно, большие веса, мощные ребята, стальные мышцы. Это мотивирует к занятиям спорта. Всего спортсменам предстояло три испытания. Становая тяга, жим штанги лежа и классический жим в приседе. Примечательно, что на этот турнир также прибыли и женщины. Причем не в качестве зрительниц, а в качестве полноценных участниц. Ольга Потапова приехала из Новороссийска. Занимается пауэрлифтингом более шести лет. Как признается сама, в спорт привел супруг. Муж предложил, говорит, давай попробуем пожать. Я говорю, ну давай. Ну и вот так вот мы стали жать. Я чемпионка Кубка Евразии города Краснодара. Заняла первое место, пожала 55 килограмм. При весе 52. Призываю, как говорится, всех женщин заниматься спортом. Во-первых, фигура красивая. Во-вторых, это всегда здоровье. Мне 37, я думаю, что я не выгляжу на свои 37. Организаторы отмечают, что место проведения соревнований выбрано не случайно. Побережье Краснодарского края, где еще держится теплая погода и всегда чистый воздух, идеально подходит для осеннего чемпионата подобного уровня. В Анапе участники могут не только посоревноваться, но и качественно отдохнуть после сложных испытаний. На этих соревнованиях были поставлены три рекорда России и два рекорда Европы. В числе лидеров Дмитрий Горбачев из Москвы, новороссиец Владислав Захаров и Сергей Стародубский из Таганрога, который взял вес в 320 килограммов.